Общение с депутатом Госдумы – это зашквар. Ну, вообще, да. Почему я делала аборт, спроси меня. А быть либералом в Госдуме – это вообще чумной барак? А посчитай налоги, чтобы меня не посадили. Я тебе тату набью. Мне долгие годы об этом было стыдно сказать. Но я не буду подставлять вторую щеку. Никогда. Почему ты считаешь, что это большое достижение? Я хочу, чтобы меня трогали те, кого я люблю. Бабий бунт – это самое страшное, что, в принципе, есть. Скажи, гордивый, скажи, скажи, скажи. Уважаемые коллеги, учитывая, что сегодня, скорее всего, в повестке у нас будет роль женщины в политике, и каждый, безусловно, будет под своим углом зрения рассматривать этот вопрос, давайте мы от души женщин поздравим без политики. Поздравим и напомним. А вечером все равно надо варить борщ и кормить своих мужей. Кому нужны пустые права или право равенства на работе? Надо помочь женщине остаться дома при желании. Если она не хочет, не надо. Нет, она пошла на производство. Пошла. И рухнули семьи. Поэтому мы должны думать о том, а что хочет женщина? Она хочет замуж. Мы в состоянии это сделать? Слово предоставляется Пушкиной Оксане Викторовне. Я внимательно наблюдала сейчас во время выступления Владимира Жириновского за его сыном. И, откровенно говоря, хотелось выйти, порвать, разорвать его за все то, что он сейчас сказал. Но поскольку Игорь Владимирович так реагировал искренне, улыбаясь, смеясь, и мы смеялись с ним вместе, давайте расценим все, что произошло сейчас. Как скажем такую сцену из разряда выступления Михаила Жванецкого на тему «Женщины 8 марта в России»? Нам нужно выбрать цвет. Цвет настроения? Цвет настроения красный, но красно-черный будет не очень хороший, да? Какой мы еще можем? Глубокий такой, коричневый. Может, бежевый? Хорошо. Такое, знаешь, спокойное такое. Как у Никиты брюки? Да. Как у Никиты брюки. Это будет новый суперцвет. Для нас, граждан России, очень важно. Когда вы в Госдуму приходите, вы смотрите за тем, как вы одеты, как вы выглядите? Женщина в Госдуме должна выглядеть как женщина или она должна выглядеть как депутат? Давай для начала все-таки поясним, что мы с тобой знакомы, мы работали в одной компании, и поэтому мы на «ты». Я очень прошу, хотя бы в этой атмосфере можно на «ты». Можно. Я до сих пор каждый день встаю и говорю себе, причесываясь. Я научилась это делать сама, только бы не стать похожим на депутата Госдумы. Я реально не одета так, как многие мои коллеги. И не потому, что я там стараюсь как-то выделиться. Я просто хочу себя сохранить даже вот в этом. Сохранить себя, вот мой девиз в том заведении, где я сегодня пребываю. А в чем самые главные проблемы? Ну, особенно сложно, когда ты лидер, но ты же, собственно, пошла в команду. Я не член «Единой России», но я член фракции. Какие нюансы? Нюансы, ну, то есть я не член партии, я не партийная. Но ты баллотировалась от «Единой России». Да, я сторонник «Единой России». И «Единая Россия» мне предложила баллотироваться от них. Вот я была уполномоченным правом ребенка. В Московской области. В Подмосковье, да. А до этого я год работала в общественной палате. Возглавляла комиссию по качеству жизни социальным вопросом. И все вокруг меня, все правительство практически, не практически, а все тотально, были из партии «Единой России». Когда я проработала и поняла, что многие вопросы по защите детей, они носят такой, знаешь, системный характер. То есть я бьюсь-бьюсь, а потом хоп, мне показывают закон, по которому это невозможно там достигнуть. Ну, тогда, когда мне предложили, я подумала, ну, надо, видать, идти ломать и строить заново. Ну, вот так я согласилась, поэтому у меня даже выбора не было. Я никогда в партии поступала. Жалела потом? Жалела? Вообще, что пошла? Вот спустя 4 года мне понятно, зачем я там. Но при этом я эпизодически чувствую, знаешь, свой среди чужих, чужой среди своих. Это да. В Российской Федерации 54% населения составляют женщины. В Госдуме Российской Федерации, в ее органе законодательной власти 13% женщин. Ну, это, мягко говоря, несопоставимые цифры. В Совете Федерации 14, один у нас всего. Это Валентина Батвиенко за 2% идет? Да, видимо. Значит, среди министров у нас один министр культуры, среди вице-премьеров у нас две женщины. Это катастрофа. А почему так? Это тот консервативно-патриархальный уклон, такой тренд, который сегодня присутствует в нашей политике. И мне это невероятно обидно. Я советский ребенок. Я, например, горжусь, что мы первые в мире в 2020 году, единственные, разрешили делать аборты женщинам. Я абсолютно горжусь, что после революции у нас было провозглашено равенство между женщинами и мужчинами. Потом что-то произошло, и мы, я думаю, сами виноваты женщины, отдав часть вот таких полномочий в 90-е мужчинам. В 90-е? Мне кажется, да. Потому что если еще в Советском Союзе это как-то равенство поддерживалось хотя бы номинально, ну, мои родители работали, и это было нормой. И были хорошие очень воспитатели, были очень неплохие учителя. Было качественное педагогическое образование для тех людей, кому наши родители доверяли нас. И в этом, конечно, смысле все достойно было сделано. А в 90-е у парней появились деньги, появилась возможность менять женщин. А в связи с этим отношение произошло, знаешь, как к декорации, как к атрибуту. И это такой, знаешь, философский взгляд на то, почему мы вдруг оказались вот в таком виде. И кому-то это понравилось. Вот сегодня все перерождается, я говорю с молодыми. У меня очень частые беседы, они меня зовут и в университет, и в колледже. И это какое-то иное поколение. Потому что, когда ко мне приходят дети и пишут, дети это 20 лет, то я думаю, как круто. И комментарии Пушкина наиболее прогрессивный депутат в Госдуме. Это для меня, в общем, такая оценка супер-супер. У них есть определение. Общение с депутатом Госдумы это зашквар. Вообще да. Вот. Это обидно дико, но это факт. Я порой слышу то, что произносят с трибуны Госдумы, с таким легким разочарованием. Думаю, ну ты же можешь проще. Ты же можешь даже подбирать слова какие-то человеческие. Начиная вот все с формулировок мысли, все очень сложно. Но то, что женщина сегодня становится на равных и требует гендерного равенства в семье, это считается угрозой нашего строя. А кем считается? Это теория национальной безопасности. Основывается на социологических исследованиях тех же людей, я их знаю, которые это формировали в свое время, прежде чем написать эту концепцию нацбезопасности для администрации президента. Точно те же люди формировали отношения к законопроекту о семейно-бытовом насилии. А кто эти люди? Это РАНХИКС, это академики. Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы. Поэтому это, уважаемые люди, у нас все силовые ведомства мужчины, ФСО, ФСБ, Дума администрации президента, далее по тексту, под ними водители мужчины. Добавь сюда, это все государственная зарплата священников, их 10% водителей, дальше идут священнослужители, спортсмены, депутаты, актеры. В реальной экономике, в экономическом секторе работает процентов 12. Если с учетом гендерного превосходства нас 54% женщин, то вот мы все входим вот в эти 10%. Ты можешь себе представить, что на самом деле экономика России вот на этих плечах, на женских, на малом и среднем бизнесе. Что нужно делать? Нужно впускать, обучать бесплатно. Есть такие сегодня программы, но они не в тренде. То есть, понимаешь, да, это должна быть политика государства. А пока политика государства, минуточку, в России такая, что женщинам платят меньше даже за одну и ту же работу. Конечно, а премии вообще в два раза. А и премию даже? Премия в два раза. А премию я не знала. Я знала, что менеджерам, журналистам, артистам, в общем, всем профессиям женщинам платят меньше. Премии. Это официальные данные Министерства экономики и так далее. Поэтому, Кать, тут столько есть вещей, которые ты можешь предложить, но тебя никто не услышит. Потому что основная линия государственная. Патриархат. Здесь он тебя мутузит, унижает. Тут она приходит на работу, он ей говорит так, карьера закончилась, если не дашь. Значит, я утрирую. И когда я обычно это говорю, мне говорят, о господи, о каком она вообще, какой жизненный она говорит. Я хожу по земле, в отличие от очень многих, которые в дирижабле. Я общаюсь с людьми, которые живут на десяти метрах. Иногда в шестером. И я понимаю, с какими проблемами они сталкиваются. Поэтому, когда я говорю немного, утрируя вещи, в состоянии, в котором находится российская женщина сегодня, то да, конечно, я звучу иначе для людей, которые сегодня реализуются. Но реализуются у нас, например, на уровне бизнеса, вот крутого бизнеса, 10% женщин, которые реально села. Все остальное у нас так или иначе, кадровики, налоговики в компаниях, замгендир, вроде как они не стеклянный потолок. Ну, посмотри, чем они заняты. Это то, о чем я говорю. Ты не формулируешь тренды, ты помогаешь мужчине, ты такой, знаешь, костыль такой у него. А посчитай налоги, чтобы меня не посадили. А ну-ка пиаром займись, только ты это можешь. Ужас какой. Если я правильно помню статистику, то больше 70% с небольшим процентов мужчин экономически активно в нашей стране и 50% с небольшим процентов женщин. Это фатальный разрыв. Жутчайший. И если мы сделаем, как в Норвегии, хотя бы 61,5 будет экономическая активность женщин, то у нас будет 3-4 ВВП. А если мы сделаем, выровняем, то 13-14. То есть это вот для мальчиков, которые не любят эмоции. Мы говорим, если, люди, вы нас впустите, то мы вам экономим. То есть все равно как бы расчет на то, что мужчины впустят, а не на то, что женщины... Пока да. А, ну ладно. Пока да. А как? Ну, а как, если мужчины формируют политику, и мужчина решает, идти тебе на выборы или нет? Глобально. Это какая-то странная история. Ты все время просишь, чтобы тебе дали. Ты не берешь сам. А ты и не возьмешь сам. А, да? А тебе и не дадут самой взять, пока он принимает решение. Ну, хотя бы выровняли бы. Понимаешь? У нас 30% матерей-одиночек. Поэтому в правительство, в Госдуму, в Совет Федерации должны идти женщины. Как они придут? Без квот невозможно. Без квотирования... То есть нужно заставить их брать женщину? Ну, это... Нет, квотирование можно на уровне партии. То есть партия говорит, что вот столько... Решает для себя каждая партия, что вот столько-то процентов должно быть женщин. Да, сначала пойдут все, кому не лень. Это нормально для переходного периода, когда все так запущено, как сейчас. А потом уже будут выбирать лучших. Мы живем с тобой, Катя, по-прежнему в эпоху перемен. А вот ты же журналист, да? И ты, когда приходишь в Государственную Думу, у тебя есть возможность антропологического исследования, касающегося людей, которые все время чувствуют себя какой-то под прицелом угрозы национальной безопасности. Это люди, которые живут под давлением определенного страха. Это как-то должно деформировать личность. Ну, она деформируется. Ты же видишь выступление, если ты смотришь. Я, чтобы себя не деформировать, я ухожу, например. Я выхожу из зала. То есть ты не сидишь там с ними? Нет, я себя берегу. Мне достаточно посмотреть, как они себя ведут в зале, как переговариваются, как одеты в том числе. Ну, может быть, они в обычной жизни нормальные люди, а это такая их работа. Они приходят, надевают на себя маску, ну, таких дуболомов, ну, я так аккуратно скажу, и ведут себя так, как от них требуют, ну, какое-то там профессиональное соглашение. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня есть наблюдения по поводу некоторых людей, очень достойных. Я тебе могу сказать, что среди моих коллег есть очень много достойных людей в своей области. Они не просто так стали депутатами, вот надо понимать, особенно одномандатниками, кто прошел через праймерис, кто смотрел своим избирателям в глаза. Среди этих людей есть великолепные врачи, экстра-класса, просто супер-профи, педагоги и так далее, и так далее. И я наблюдаю, как вот это помещение их деформировало. Они даже в праймерис, в выборы стояли рядом с президентом. Есть такие люди. И они абсолютно девальвировали себя, как политики внутри этой структуры. Это не их вина. Это значит, просто они не готовы были. По логике они должны были прийти в комитеты соответствующие и реформировали бы все законопроекты под современную жизнь, под здравый смысл. Этого не произошло. Закон про бэби-боксы, да, мой, 4 года лежит, никак. Медики, разделилось мнение комитета по здравоохранению. Наш комитет против, кроме троих человек. И так далее, и так далее. Я начинаю выяснять, где собака-то зарыта. А собака зарыта в том, что у Русской Православной Церкви со всеми министерствами сегодня заключен договор о сотрудничестве. На бумажке? Ну да. Пойми меня правильно. Я абсолютно уважаю чувства верующих. Каждый верит во что хочет. Но в НКО под названием РПЦ у меня к ним есть реально серьезные претензии. А ты с ним разговаривала? А я записалась к Патриарху на прием. Давно? Давно. Конечно, нет. Ты в Госдуме регулярно встречаешься с депутатом Слуцким? Да. Вот вы с ним здороваетесь? Нет. 25 лет я знаю этого человека. И у него действительно есть плюсы. Какие? Он очень многим помогает. И среди моих... У нас общий круг. Я его, наверное, знаю дольше, чем кто-либо. В Государственной Думе. Но, может быть, кроме Владимира Ресина, который его знает чуть, наверное, больше, чем я. Я знаю этого человека очень хорошо. Поэтому я безоговорочно сразу встала на сторону девочек. Ах, вот так! То есть ты все понимала? Да, я просто не могу обвинять человека ни в чем, поскольку у нас не было доказательств. То есть те доказательства, которые были при отсутствии закона о сексуальных домогательствах, закон это прежде всего определение и т.д. и т.п., это было бы сложно доказать. Это очень тяжелая рутина. И тогда посчитали все, что мы лучше уйдем. Это будет наш Димарш. Собственно, проиграли они. Госдума от этого никак не проиграла. Вот. Но это был такой штришок, определенный для меня. И я просто... Вот в этом смысле я одна. Потому что до сих пор это считается сексуальным домогательством многими моими коллегами, женщинами в первую очередь, что это привилегия мужская. И она, в общем... А что ты? Мы прихватили тебя. Что ты не хочешь? Да ты радуйся, что тебе такой знак внимания. Я хочу, чтобы меня трогали те, кого я люблю. И я не хочу. Понимаешь? Ты знаешь, когда мы рассуждали про стиль с тобой, с некоторых пор я стала ходить в брюках и абсолютно, тотально закрытой блузке или свитере. Почему? Все потому что. Потому что я проходила через то, через то, вот девчонкам тоже пришлось журналисткам пройти. И мне, наверное, очень повезло. Потому что, когда я пришла в нашу структуру работать на ленинградской студии телевидения, я была одной из самых молодых. Одна... И симпатичных, что уж тут. Такая яркая. Не могу тебе сказать, что там очень симпатичная, но была яркая, задорная, в мини. И тогда на телевидении же был этот суперлозунг на экраны через диваны. Да. Вот, поэтому как бы другого-то и не было. Ну и все, и с этого началась моя жизнь, когда я послала руководителя канала. Он сейчас уже на том свете. И таких историй было немало. И ты послала, и что за это было тебе? Это был вопрос карьеры. Меня спасла женщина. Женщины, очень известные. Вопрос карьеры что значит? Если да, что будешь ведущей... Конечно, ты будешь в эфире. Ну, на экраны, через диван. Если да, что будешь в кадре. Если да, что будешь не в кадре. И ты сказала нет. Я сказала нет, ушла, я покраснела. Я помню это очень хорошо. И я очень понимаю, почему эффект домино, когда кто-то говорит об этом, сразу все вспоминают историю, какой бы давности она ни была. Потому что мне долгие годы об этом было стыдно сказать. Потому что я не хотела, чтобы моя мама знала и переживала за меня. И я не хотела даже, чтобы мой сын знал об этом. Меня спасли женщины, потому что я все-таки, мне дали сделать ряд сюжетов. И на летучке тогда такие были планерки редакционные. Встали очень крутые. Тетеньки для меня, они тогда были тетенькими. Такого возраста, как я. Это Ира Тайманова, сестра Шахматиста Тайманова. Гали Мшанская, жена Олега Басилашвили. Мы работали все вместе. И Белла Куркова. И Белла Куркова. И они сказали, особенно Гали Мшанская, она сказала, какие новые лица у нас появляются. Ну, давайте ее поддержим. Там был ряд разборов по сюжету. И они понимали, в чем дело. Они понимали, в чем дело. Я не знаю. Я не знаю. Никогда я не спрашивала у них. С благодарностью всегда, но никогда мотив их не просчитывала. Вот. А потом я вышла замуж за одного из самых крутых журналистов той эпохи. И все встало на свои места. Он меня как бы оберег. Это был мой руководитель, мой мастер, мой любовник, мой муж, отец моего ребенка, с кем мы прожили. В 29 лет я была замужем. Поэтому мне повезло, Кать. И я поэтому понимаю, как может не повезти другим. И поэтому я абсолютно четко принимаю позицию в этом смысле. Я думаю, что ты давно знаешь Елену Мизулину. Я ее вообще не знаю. Как факт. Я ее увидела один раз в Думе, хотел сказать, на первом курсе, на первом году жизни, когда она вышла, и мы приняли закон о декриминализации побоев. Мне удалось сделать. Я не знала, как это работает структура. Я сегодня понимаю. Мне удалось добежать до Крашенинникова и сказать, ты понимаешь, что дерьмо закон? Он говорит, понимаю. Я успела добежать до Исаева Андрея и убедить его. И он понимал, что это дерьмо, закон. И он успел до Нового года дойти. Он просто пошел к шефу. Шеф это кто? К Володину. И сказал ему, что сейчас будет дискуссия. Этот закон нельзя принимать под Новый год. Все же под Новый год все вбрасывается, чтобы не обсуждать. Это ясно уже всем людям. Только нам кажется, что вам это не ясно. И действительно Володина сказала, так, Елена, не помню, как ее... Спасибо большое, но вопрос сложный. Давайте после Нового года. Она дико огорчилась, я помню. И потом мы все разъехались отдыхать. А потом была пресс-конференция. А у Путина, и я это очень хорошо помню, встает радикально расстроенный человек и говорит, Владимир Владимирович, закон вот о шлепках, вот это же вот... И он так, а что, еще не приняли? Типа, и все. И я поняла, что закон будет принят. Я не знала тогда, как это все делается. Сегодня я понимаю, что надо дойти со своей инициативой до всех, добить, убедить, статистикой и прочими вещами. Вот. И все. Вот тогда я ее увидела. Потом я прочитала ее книгу, когда она была другой Елены Мизулиной. Я терпеть не могу, когда люди переворачиваются. Я не люблю, когда люди меняют свои мнения там и так далее. Мне все время кажется, что что-то должно было произойти, что-то случиться должно было с человеком, чтобы он так изменился. Я читала расшифровку наших коллег с тобой, которые попали на одну сходку этих радикалов. И мне все не прислали, но люди, которые мне симпатизируют, мои коллеги, моим взглядом, они прислали буквально... Расшифровка была следующая. Так, следующая у нас идет Пушкина. Мы же смогли Мизулину посадить на свой крючок. Теперь ее посадим. Найдем у нее слабые места. Это я рассказываю очень деликатным сленгом, то есть разговором. Там было все на сленге. Это разговоры были на сходке радикалов, где они вот таким образом проговорили про Мизулину. И мне понятно, что где-то у нее есть слабые места, за которые они ее прихватили и заставили им служить радикально настроенным элементом. Однозначно. Объясню почему. Потому что если ты ее читаешь книгу, где она в конце благодарит посла Америки и так далее и далее по тексту, и говорит совершенно противоположные вещи, которые она сегодня озвучивает, то я понимаю, что что-то такое произошло, как можно было завербовать человека в эту радикально консервативную струю. Поэтому вот я тебе говорю, я ее не знаю и, в общем, не очень хочу знать. Одним из первых громких твоих проектов телевизионных и таких в Москве прогремевших, это было возвращение Ирины Родниной. Вы, собственно, тогда с ней подружились, насколько я понимаю? Да, мы дружим до сих пор. И как? Наши дети дружат. Мы не разговариваем про политику. Блин. Да. То есть мы пытались. И это заканчивалось очень плохо. Поэтому эта тема табу, когда я приезжаю к ней либо на дачу, либо в гости. Я могу поговорить про политику с ее дочерью, которая профессиональный политик, закончив университет в Америке. Она моя крестная дочь, Алена. Она сейчас здесь или там живет? Она сейчас там живет. И я с ней могу поговорить. С Ирой мы не разговариваем. Нет, то есть она принимает нашу точку зрения, но она иная. И в этом ее, собственно, наверное, особенность. И это здорово, когда вот эта вот история, хотя нас пытались очень рассорить внутри нашей системы, где мы работаем, но это не получается. Потому что у нас есть, знаешь, когда за границей, это год за пять лет идет, когда ты там. Мы же жили в... В Сан-Франциско ты жила, да? Она в Лос-Анджелесе. Но мы не жили в русской диаспоре. Мы непосредственно жили с американцами. И, конечно, мы там абсолютно... Это моя старшая сестра. Я одна в семье. У Иры есть старшая сестра, но они не общаются так близко. И поэтому я ей заменила сестру только младшую. Она для меня, конечно, родственники. Я переживаю за ее детей, ровно как она за моих. Она за мою личную жизнь, за мои романы. Я за ее. И так далее, и так далее. Это близкий человек. Смотри, мне кажется, что в нашей стране есть еще одна большая проблема, помимо всех тех прочих, что мы уже перечислили, и что мы еще перечислим, есть одна очень важная проблема. Нам кажется всем, что человек иных взглядов сразу немедленно становится под лицом. Да. И мы не разговариваем. Ну, оппозиция ли, или наоборот. Ну, в общем, если у тебя условно либеральный взгляд, а у человека условно консервативный, то вы не можете общаться. Ты сейчас приводишь обратный пример. Насколько это трудно не упрекать человека в его политических взглядах и не предъявлять ему их в качестве аргумента его нечистоплотости, подлости и так далее? Мне кажется, это высший пилотаж. Я тренируюсь на своей подруге. Потому что если бы так мы существовали в международной политике, это было бы очень здорово. В международной или во внутренней? В международной. А во внутренней? Сегодня мы... Одно за другим тянет. Если мы научимся так существовать внутри, не оскорбляя, не навешивая ярлыки внутри, то, соответственно, сильные люди не будут быковать. Сильные люди, искусство коммуникации, это для них абсолютно вот просто железная тире логика. Ты сколько в Сан-Франциско прожила? Четыре года я прожила. Как ты попала на стажировку? Нас собирали всех толковых. Когда были первые совместные предприятия, вот на жаре перестройки, у нас появился 6-й канал. Это база СТС, СССР, начиналась в Питере. Потом был в Москве 6-й канал. У нас сначала был 6-й канал. Естественно, все в Питере начиналось. И меня выдернули с 5-го канала и сказали, а не хотите ли возглавить? Я сказала, я не умею. Они говорят, ну вот вам трехмесячная стажировка в Америку. И я должна была все быстро схватить. Менеджмент и маркетинг телевизионных станций частных. Это новое было. А английский у тебя был? Никакого английского. Был немецкий, полфразы на немецком, полфразы на английском. Был, вот если говорить про culture shock, то он у меня там был. И все, я познавала эту страну. От начала аппараты карточные, банк, общение. Стыдно ходить, потому что ты не знаешь, а ты человек общительный язык. На 22 этаж дома пешком, потому что языка не знаешь, а в лифте все... И ты как дура. А ты же не дура. И частный курс языка ужасный. То есть ты стеснялась ездить с ними в лифте, чтобы не болтать? Да, ну как дура. Вот. Ребенок, который не мог сказать, я хочу, мама, там, я его брала из садика, и он срочно бежал и писал перед первым деревом. Я говорю, Тёма, как? Он говорит, мама, я не знаю, как спросить. И это было ужасно. Ребенок быстрее выучил язык, чем я. И все. И когда ты живешь в системе, и ты познаешь ее, вот эти штрафы, вот эта карательная история, вот эта ювенальная юстиция, ее плюсы, ее минусы. Не захотела там остаться? Нет. Приехал Шахназаров ко мне, я помню, Карен, мой друг, мой свидетель на свадьбе моей. Он снимал «Американскую дочь», и он как-то так на меня посмотрел. У меня там было все очень хорошо. И я очень адаптировалась, и снимала программы «Американские встречи» с Оксаной Пушкиной. Был «Таратута», «Америка с Михаилом Таратутой», а у нас были в Питере «Американские встречи» с Оксаной Пушкиной. И он посмотрел на меня и говорит, слушай, ты что здесь делаешь? Россия для амбициозных, чистолюбивых людей. Типа, тебе там сейчас место, там все строится. Приезжает Ольга Слуцкир и говорит, послушай, ну круто, я ее провожу там по всяким, я хип-хопер такой известный, я провожу ее по всем там урокам и так далее. Она говорит, слушай, давай возвращайся. И в общем, шаг за шагом, шаг за шагом, я подумала, что ну в общем, мне уже все тут понятно, надо возвращаться домой с багажом определенным, чего ты знаешь. И я вернулась. И чуть позже вернула ребенка, потому что, ну на две страны это очень сложно жить. И чуть позже я сдала грин-карту, которой у меня было 21 год. В каком году ты сдала грин-карту? Я как только пошла в политику, я же законопослушный человек. Ты не жалеешь о том, что ты сожгла, в общем-то, все мосты, когда ты сдала грин-карту? У тебя нет обратного хода. Этот путь закончился для меня. Если я открою новую страницу, она будет совсем другая. А та страница закрылась. Это были мои очень красивые годы, моего становления разного, женского, материнского. Я, наконец, оставшись с ребенком один на один, папа к нам приезжал раз в три месяца, поняла, что это за личность. Мы с ним слушаем одну музыку до сих пор, мы с ним говорим на одном языке. Это было очень важно, потому что, когда я уезжала, ему было 4 года, я не воспринимала его вообще никак. Ну, то есть я звездила, у меня был звездный период на ленинградском телевидении, мне потом было ничего не страшно, я отзвездила там, и, так сказать, мой муж меня периодически лицом об стол прикладывал, типа, поработать еще надо, звездить еще рано. Вот, а там это было время такое, время завоевания другой аудитории, для того, чтобы тебя приняла эта богатая и сытая Америка, где я обосновалась. И вот, когда мне говорят про дипломатию, про мягкую силу, то, чем мы занимались, я, Слава Фетисов, Игорь Ларионов, каждый в своей области, Ира Роднина, мы работали в той среде и по нам смотрели на Россию. И самый главный момент, который я тебе хочу сказать, я помню этот момент, когда мне было стыдно, когда Ельцин пьяный спускался по трапу. До сих пор, я помню, эту картинку в новостях было показано везде. У меня был промежуток между работой и тем, как я ребенка отвозила в школу, и я шла в бассейн плавать, ну, чтобы прийти в себя для рабочего дня. И они меня всегда ждали. Разная была такая содержательная категория людей в моем доме, но они все были обеспеченные люди. И разный возраст, от Япи там до пенсионеров очень крутых. И я приходила, я политинформацию устраивала им. Как в России? Как это? Я прихожу, он говорит, а что с вашим президентом? Я говорю, не, ничего, он просто подустал, джетлаг. И все, уважая уже меня, начав уважать, они так спустили на крыло. Я это очень хорошо помню. Поэтому я приняла Путина очень хорошо. Ну, так ликовала, потому что, думаю, классно, демократ. Ой, надо же, какой современный. В Германии работал, все в общем круто, по-немецки говорит, без всяких. Тут еще и летает, и спортивный такой парень вообще. Он же намного меня старше. Вот. Поэтому, как советский ребенок, переживший всех старых руководителей, я искренне была рада, тогда, что пришел человек. А в какой момент это переменилось? Собственно говоря, как только консервативный уклон стал влиять и на его решение, консервативная вот эта вот плесень затронула уже все наши стороны власти, я поняла, что либо он не дает отпор, а может быть, как раз дает отпор, поскольку мы не тотально еще погрузились в то, о чем мы с тобой говорим. Трудно сказать. Вообще люди за 70, они уже не рискуют. Это тоже надо понимать. Все реформы проводят молодые. Нам мир задал не очень хороший тренд возрастной в политике. И Байден, и Пелоси. Вот то, что мне ребенок сказал. Мам, у тебя все впереди. Смотри, Пелоси тут сидит и будет сидеть. Как ты думаешь, уйдет Путин? Ты знаешь, я голосовала за Конституцию. Без всяких. Ты голосовала? Я голосовала. Зачем? Я сейчас тебе расскажу. У меня абсолютно своя позиция. Я убеждена, и если ты будешь читать ее, ты под другим уклоном, под моим. Тут ведь как повернуть? Это одна из самых прогрессивных Конституций в части социальных гарантий. Такой больше нет нигде Конституции. Послушай, это очень странно. Подожди, подожди, подожди. Сейчас тебе расскажу. Обнуление было, и это на самом деле правильно. Сейчас бы они все передрались. Это очень тактически. То есть мы Конституция для них, чтобы они не дрались? Если говорить о том... Не-не-не, Конституция была принята социальными поправками, обнуление. Это все мы понимаем. Обнуление тебе объясняют для чего. Это, возможно, и шаг, когда ты 20 лет у власти. Ты понимаешь, что там существуют определенные кланы и входят, заходят. Так чтобы вот не было раздрая, человек принимает для себя определенное решение. Я буду сидеть и понимать, когда я уйду. Вот, ну, ты уже процесс пошел, 20 лет ты отсидел. Слушай, а ты не можешь принять Конституцию, при которой ты не можешь сидеть больше 4 лет? Ну, мы бы тогда получили... Нет, два срока и шуруйте. Да, сейчас мы обнулились, еще два срока. Это, возможно, тактический ход. Тактический ход после того, как ты пересидела у власти. Я понимаю, что после 20 лет ты уже влюблен в эту власть. Я понимаю, что с ней очень сложно расстаться. Ты много гарантий дал. Да, пресловутые друзья Путина, это же отдельная история. Поэтому в данном случае это один из выходов в положение был. Поэтому я не думаю, что ты меня спросила, уйдет он или не уйдет. Я думаю, что есть такая... Это в плане, мне кажется. И, в общем, поэтому тут такая штука. Надо... Сменяемость власти должна быть. Это однозначно. О, ну ты это сказала, слава богу. Нет, а я... Я так и... Тебе и даже не лукавлю. И должны приходить свежие люди в политику. Вот, значит, происходят митинги январские, февральские, и ты приходишь в Государственную Думу. И тебе нужно смотреть в глаза людям, в том числе из комитета по безопасности, которые так или иначе имеют отношение к решениям принятым о том, чтобы лупили людей на улицах. Я тебе могу сказать, никаких угрызений совести у моих коллег, я думаю, нет. Они принимали эти законы о санкционированных митингах. Вот, например, с точки зрения консервативной повестки, она звучит очень круто в Думе. А повестка иная за здравый смысл не звучит, потому что тебя сразу же, вот меня, к либералам причисляют. А быть либералом в Госдуме это вообще чумной барак? А я вообще думаю, что это не наша повестка в целом. Ни консерваторы, ни либералы. Это привнесенная история извне. Мы всегда были Россией центристской страной. Вот это левые и правые, консерваторы, либералы, это вообще не про нас. Это очень искусно созданная штука. То же самое, мы сидим внутри, и мне моя коллега может сказать, ты что, это же, ты же оппозиционно звучишь. Неужели ты за тех, кто вышел на митинги? И ты геев поддерживаешь? Меня моя коллега Елена Серова, моя героиня передач, герой России. Я ее очень уважаю, она в космос летала. Очень красивая. Да, и я вот не летала, и ты не сможешь, наверное, а вот она летала. Но мы не пробовали. Но тем не менее, я вот думаю, и собственно, я ее спросила, говорю, Лен, вот если в космос лететь, вот сейчас тебе предложат, среди еще двоих будет один гей или одна представитель сексуальных меньшинств, иных, ты полетишь или откажешься? Ответа нет. Так они летают. Вот. Но я ее спросила, вот как к этому... Она может просто не в курсе еще? Нет, она может не в курсе. Другой вопрос. Она говорит мне, я говорю, а если к твоей дочери в гости придет подружка из школы, которая вот, к моей, она говорит, не придет. Я говорю, а если придет, ты ее выгонишь? Ответа нет. Поэтому в данном случае, когда мне говорят, ты оппозиционно звучишь, есть некоторые простые человеческие вопросы, которые ставят все на свои места. И я убеждена, что если поговорить дальше с моей коллегой на эту тему, с женщиной, она скажет, да, ты знаешь, наверное, ты права. Я не очень понимала, о чем ты говоришь. Но мы же никто не говорим друг с другом. Чем, на мой взгляд, слаба оппозиция? Это вообще подарок, на самом деле, нашему государству. Вот оппозиция такая, которая она сегодня есть. Понимаешь, надо готовиться лучше. У меня есть такое ощущение. Готовиться в смысле? Готовиться лучше. Ну, вот я выходила в 86-м, 87-м, в 88-м году. Я помню, тогда выходили афганцы, парни, вернувшиеся из Афганистана. Никому не нужное поколение. И их били дубинками. Я сейчас просматривала программу 88-го года «Взгляд». Где ты работала? Да. И мы возвращались в 89-й год с Любимовым по кадрам. Там Политковский был, Сашка, все-все-все, Листьев. И мы комментируем. Я вижу кадры побитых афганцев дубинками. Я вижу Кашпировского. Я вижу Цоя. Перемен ждут наши сердца. Я тебе клянусь, у меня доживю. Но тогда мы выходили, знаешь, с чем? Мы четко хотели свободы. Я устала говорить на ленинградском телевидении тексты с подтекстом. Я это умею. Звучать, мне это теперь все пригодилось. Звучать так, чтобы подтекстом люди слышали меня. Понимаешь, чему мы учились? Мы не хотели так жить. У нас была четкая политическая повестка. Свобода, границы откройте, работу хотим, частная собственность и т.д. и т.п. Понимаешь, если сегодня люди выходят и говорят рабочие места зарплаты повышения, это понятно. Про все остальное говорят смута. Ну, так вот, тогда и нужно выставлять эти требования. Пока их нет, очень все вяло и очень все уязвимо. И поэтому будут выходить люди на трибуну моей коллеги и говорить, вот эти нарушители закона. Понимаешь, я считаю, что детей точно не надо выводить туда на улицу, но когда я хожу по школе... Женщики выводить, они сами идут. Я тебе объясню. Значит, надо говорить, блин, родителям, дети, не лезьте, дайте нам поработать. Вот есть 25 и 35 возраст, который отвечает за себя. Я говорю сегодня про 15-летних. Аксанта, со скольки лет работаешь? С 17-ти. Ну все. Нет, ну я понимаю, но ты должен объяснить. Вот я, например, своему ребенку я бы объяснила. Не выходи, заметут. Если у тебя есть политические взгляды уже осознанные, а у них есть сегодня какие-то требования, так вот какие-то не должны быть. Требования сделайте. У вас есть структуры государственные, совершенно наши, офигенные, мы просто о них не знаем. Есть такое российское движение школьников. Вот ты знала? Нет. И я не знала до прошлого года. двигаться так, что я его не замечаю. Короче говоря, давайте попользуем их за их же собственный счет. Вот есть структуры, которые надо объединяться, где надо прописывать и пользоваться абсолютно точно согласно регламенту. Я так себе и вижу, отдельные колонны на несанкционированном митинге идет российское движение школьников. Нет, а я вижу не так. А я вижу путем этого дела объединиться всем людям, которые, детям, которые уже не дети, которые лидеры есть в каждом коллективе, которые вместо того, чтобы туда идти, свои требования отшлифовать, послать в администрацию президента через российское движение школьников. Абсолютно тебе говорю, когда я увидела, кто сегодня возглавляет его, я думаю, что это хороший проводник. А кто его возглавляет? Ирина Плещева. Человек, с которым я работала в Подмосковье. Я знаю ее очень хорошо, и она достаточно прогрессивный человек. Поэтому, и она не так возрастла от этих детей и ушла. Поэтому, смотри, Она полностью легерия была, вожателю, что там было. Была. Ну, подожди, если посылать что-нибудь в администрацию президента нормальным механизмом, то как раз примерно к твоей пенсии она дойдет, ты получишь ответ. Нет! А-а! Ты что, ты не чувствуешь, как реагируют? Нет. Нет? А я чувствую. А я чувствую, когда выходит Петя Толстой на трибуну и говорит эти тексты. А я чувствую, что они переживают. А было бы иначе, забили бы и на сегодняшнюю акцию. Поэтому все фиксируется. И ощущение людей, что они ничто, оно неправильное. Но ничто, вот нельзя выходить, просто, просто походить. Понимаешь? Нужно выходить с определенными требованиями, нужно искать своих лидеров, нужно искать лидеров общественного мнения, нужно формулировать. Потому что, если в Подмосковье это мусор, ты вспомнишь, что было, мы бы так в говне и жили. Но это же движение, тогда все говорили, ой, это оппозиция, это... Но люди хотя бы добились того, что сегодня в каких-то регионах наведен порядок. И сегодня губернатор Воробьев вовсю рапортует, что у нас наведен порядок. Понимаешь? Ну, где-то еще не наведен. Вот, да. Но я вот абсолютно верю в гражданское общество. Если бы не было его со мной, не было бы закона о профилактике семейно-бытового насилия. Я не со своими коллегами этот закон делала. Этот закон не принесло. Гражданское общество. НКО, которые боролись, там, я не знаю, сколько было попыток этих... Да, они теперь половина из них иностранные агенты. Вот доборолись. Доборолись. И это следующий этап. Вот сейчас один из этих иностранных агентов... Следующий этап ты будешь передачу и сахар выносить. Анна Ривина. Мы идем в суд для того, чтобы восстанавливать справедливость. Что же такое иноагенты? С чем это едят? По нашему закону. Где хозяйка? Привет, иноагентам. Ага. Привет. Привет. Сто лет сто зим. Я первая. А тебя не выглядят из сторонников Единой России за то, что ты обнимаешься? Послушайте, я обнимаюсь. А может, у нас тогда выглядит скидка иностранных агентов? Дело в том, что... Не-не-не, тут я тебе не оберег, потому что многие считают, что я тоже иноагент. Да. Первые, кто писали про меня, когда началась история с законопроектом о профилактике семейного бытового насилия, это как раз люди консервативно настроенные и говорили, вот она из Америки приехала. Ее там завербовали, вот она иноагент. Поэтому нам тут уже либо вперед, либо никак. Сколько человек работает в фонде? Около, наверное, 13 человек. Да. То есть у нас есть те люди, которые работают каждый день. и есть люди, которые приходят. То есть юристы-психологи в зависимости от... Сколько стоит один месяц существования фонда? Стоит около полутора миллионов. Где вы их берете? Мы живем на пожертвования и порой у нас очень-очень редко бывает какая-то поддержка. Там, например, вот был фестиваль ВКонтакте, они нам за раз перевели 700 тысяч. Со статусом иноагента что случилось с вашим финансированием? Ну, во-первых, это не так давно с нами произошло. Это произошло 29 декабря. То есть как минимум, точнее, они подгадали, чтобы все занимались новогодней суетой. Поступило какое-то обращение некоего гражданина. Нам сначала сказали, что нам его хотя бы покажут. Потом сказали, что он написал второе заявление, где он просит никакие данные, предоставленные им, не сообщать. Помнишь ролик, который мы с твоим участием снимали? Девочки такие девочки. Девочки сильные. Они целеустремленные, умные и очень творческие. Девочки спасают жизни. Они очень смелые. Девочки могут стать властью, писать законы и отстаивать права. Нам был этот перевод из Организации Объединенных Наций, поскольку нас выбрали в честь десятилетия ООН женщины, в России единственная организация, которая могла бы сделать какой-нибудь проект в поддержку. У нас просто написано, что он пришел от ООН. Он лег в отчет, как будто... Значит, пишут из консервативных НКО. Всероссийские всякие сопротивления родительские и так далее, и так далее. Я сейчас не конкретно их имею в виду. Там другие написали. За семью есть у нас. Фокус на семью. Ты знаешь, что это такое? Нет. Вот. Поэтому красиво оно очень красиво звучит. Под очень благо известным названием за традиционные ценности. По факту, это абсолютно домострой. Абсолютно после этих людей, после общения с ними, хочется реально повеситься. Я тебе говорю, как просто абсолютный гражданин свободной страны. Хорошо. Скажите мне, у вас отношения формально какие связывают? Эти люди, которые ко мне пришли, вот эти люди и еще компания с законопроектом о домашнем насилии. В первый год, когда я была в Думе. причем я их некоторых выцепила из СМИ. Я посмотрела, как звучит, мне созвучно Алена Попова. Аню я нашла, Аня привела. И дальше... И вот мы так и собрались. И потом я пришла в СПЧ еще при предыдущем руководителе Совета по правам человека, и увидела там пожилых женщин, которые изначально понимают, о чем идет речь, и они меня поддержали. Потом в Думе я нашла Ольгу Савастьянову из Коми депутата, которая меня поддержала. И вот так мы обросли небольшим количеством единомышленников. Но этот закон для меня некий, знаешь, такой маркер. 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 Вот вы типа нормальный человек или вы абсолютно человек, погрязший в своих заблуждениях, в таких тараканах. У меня было вообще ощущение, девочки, что дядьки, которые выступали в Думе, мои коллеги против закона, у них явно в семье какие-то проблемы. Потому что один из коллег без фамилии, он мне говорит, слушай, если бы этот закон был, я не буду голосовать председателем комитета одного из, потому что я бы уже давно села в тюрьму. То есть у всех тех, кто против этого закона, мне кажется, в Думе не все в порядке. А вспомни наше слушание в Госдуме, когда вышел мужчина и сказал, что у него четверо детей, если был бы закон, у него бы этих детей не было. Да, отобрали. То есть что он, если он даже не стесняется этого говорить, что он делает, когда этого никто не слышит. Да, поняла. А потом... Так, это нормально, ты попечитель, ты... Я не попечитель, я автор закона, соавтор закона проекта, один из... Лоббист, короче, по-нашему. У девочек нет законодательной инициативы по закону. У меня есть. Это та законодательная инициатива, во что я верю, которая пришла снизу. И это именно та законодательная инициатива, которую надо лоббировать. Сколько в России женщин, которые нуждаются в помощи, связанной с насилием в семье, неочевидным насилием? А тут я могу тебе сказать очень просто, что для того, чтобы мы это знали, нам нужен закон. У нас нет понятия, на нашем насилии мы не можем посчитать, мы живем в стране без статистики. Мы не знаем все эти данные, которые есть. А побои декриминализированы. Это верхушка айсберга. Это просто абсолютно непредиментно. Для чего нужен закон? Закон, первое, это определение. Да. Второе, кто попадает под эту юрисдикцию закона проекта. И дальше идет статистика. Спустя пять лет после принятия подобного закона мы можем говорить о статистике. Мы сегодня говорим на уровне кризисных центров, на уровне поступления звонков. У нас цифры очень удручающие. Сколько? Ну вот в пандемии. Мы все-таки обычно говорим про цифры Росстата, потому что это и цифра официальная, и все-таки она не только связана именно с заявлением в полицию. Они говорят, что порядка 16 миллионов женщин в нашей стране так или иначе сталкиваются с насилием. Последняя новость, это новость связанная с Верой Пехтелевой, которую убивал ее бывший парень. Соседи сделали как минимум 7 звонков в полицию, полиция не приехала, и он ее убил. Да, ужасно. И что будет теперь? Дело в том, что, насколько я знаю, вот у этих ребят, которые полицейские, типа халатность, у одного из них в судебной системе края есть то ли родственник, то ли знакомый. И я полагаю, что будет всячески предприниматься какие-то попытки это дело, ну, их выгородить, дать им, условно говоря, какое-то там наказание, не такое, которого они заслуживают. Безусловно, преступления чудовищные и должны сидеть. Но хорошо, что вот мы это все озвучиваем, и гражданское, так сказать, общество вот в этом плане нам помогло, потому что новость разлетелась вообще везде. Новость разлетелась, но сколько сейчас еще вот этих вот девчонок убивают за стеной? Вот смотри, они сейчас не едут, потому что он приезжает, на следующий день она забирает, допустим, заявление, или мама, которую побил ее сын, выколачивая из нее пенсию, да, тоже пожалела сынка, идет обратно в полицию, говорит, я погорячилась, забираю. И у них так называемый висяк. И поэтому любое милицейское начальство говорит, так, слушай, у тебя вон там шесть висяков, ты что, мы тебя там премии лишаем, и т.д., и т.п., и ты вообще на плохом счету. Это мне полицейские рассказывали. Хорошо, если вот есть закон о домашнем насилии, как эта ситуация развивается? По закону о профилактике семейного бытового насилия он будет обязан, он сейчас обязан, но он будет приезжать, опрашивать, давать ордер, и у него не будет висяка. И даже если начальник скажет, слушай, ну ты вон выезжал, и все эти дела, все закрыты, он говорит, секундочку, закон такой-то, я обязан, и по этому закону я прав на все сто процентов. Понимаешь, у них психологическое. И еще самое главное, когда президент подписывает, идет такой месседж в общество, так, секундочку, на этом мы заканчиваем руки распускать. Во всяком случае, об этом думается. Ну, то есть, программы, радио, телевидение, газеты, уже ты начнешь понимать, что в обществе вот такой вот создается климат, да, и мы говорим, не-не-не, это уже не семейные разборки, это никакая не традиция многовековая. Это преступление. Сейчас, пока закон не принят, что должны делать люди в такой ситуации, в какой оказалась Бера Берклева и соседи? То, что делали эти соседи. Но мы же понимаем, что это бессмысленно. Значит, нет, не всегда это бессмысленно, они действительно иногда приезжают. Вот сегодня эта история, если эти полицейские уйдут от закона или, скажем так, легко отделаются, я взяла это дело на контроль, я предлагаю вам тоже. Мы просто посмотрим, как эта история закончится и чем, кто сколько чего за что получит. А что они должны получить по-твоему? Ну, я думаю, что самое серьезное, смотря какая статья, они сегодня, по-моему, переквалифицировали ее, но в любом случае они должны отсидеть так, хорошо отсидеть, подумать. Это в какой-то степени, ну, почему другие процессы у нас на признание иноагентом фонда нашего Анны, это, значит, у нас показательная история, типа, вот смотрите, ведь одного, один из первых НКО, их признали иноагентом. Анна, которая занимается кризисными центрами. Да. А вот тут, значит, не-не-не, пусть сидят, я бы вообще сделала открытую историю для всех, для прессы, чтобы видели, это совсем не халатность, это преступное отношение к своему делу, это есть тире преступления, тебе звонят семь раз, и слава богу, что это есть у людей, что они это все писали. Но если бы, допустим, эта ситуация как-то иначе складывалась вот сразу же, то человек, приехавший, давший ей ордер охранный, да, допустим, вот они живут, вот не так ситуация сложилась, дав ей ее маме, допустим, друзьям тоже охранный ордер, потому что явно он не в себе, и ведь он по закону должен бы пройти все вот эти психологические курсы. Как потенциальный насильник? Конечно. Если бы он не прошел, дальше следующий ордер в суде, и те говорят, так, вы нарушили, милый человек, давай-ка теперь в суде. В суде дальше идет уже более серьезное разбирательство этого дела, и судья решает, что с этими людьми делать. Что такое все-таки домашнее насилие? Дом, насилие близких людей, насилие... Насилие физическое или насилие моральное? Мы не можем, к сожалению, не пройдет это пока. Может быть, ко второму чтению кто-то предложит наверняка, но я не думаю, что сейчас мы готовы к тому, чтобы понять, что есть экономическое насилие. Оно трактоваться может в нашем обществе как угодно и так далее, хотя везде в мире это прописано. В суде будем доказывать, что есть насилие. По логике, да, это и экономическое, и физическое. Сегодня бежит жертва. Это неправильно. Сегодня закон на стороне насильника. Ему предоставляется адвокат бесплатный. Жертва сегодня сама должна доказать, что тебя он насиловал, избивал и т.д. и т.п. Это очень сложно. Во-первых, люди безграмотные, я тоже такой была, пока не попала в Госдуму, и не вынуждена была изучить, как пишется заявление, что есть такое обращение, почему у нас заявительное право, почему ты так просто не можешь взяться, и тогда где-то переступаешь сама в закон. Мы же все безграмотные. Вместо закона Божьего нужно юридическую грамотность детям давать, экономическую, юридическую грамотность. Но это приметы времени. Мы выучим все законы Божьи. Реально, кому это надо, кому это не надо, дайте в мире жить людям, которые могут себя защитить. Что сейчас происходит с законом о домашнем насилии? Мы его свели. Было несколько консультаций в Минюсте, заседала рабочая группа при Галине Кареловой в Совет Федерации. Туда входили все ведомства и министерства профильные. И получился текст весьма приличный для внесения в первом чтении. Туда даже Минюст рекомендовал, как во всех подобных законах в странах мира, кибербуллинг ввести. В итоге есть понятие. Дальше у нас идет тот круг лиц, которые попадают под юрисдикцию этого закона. Охранные ордера как способы предотвратить один внесудебный, второй судебный. И понятие преследования. То, чего нет ни в одном из наших законов на сегодняшний день. Вот пока мы так планируем. Когда этот закон внесется в Думу, я полагаю, что не в этой Думе. Не в этой Думе? Не в этой Думе. То есть три года впустую? Четыре. Четыре года. Четыре года. Уже четыре, да, правильно. Я не могу тебе сказать впустую, потому что все предыдущие годы оно даже не охватывало месяцы. Вот эта вот законотворческая инициатива, она тут же улетучивалась. В предыдущей Думе это вообще нельзя было делать, когда была Мизулина руководителем комитета семьи женщин и детей. А где гарантия того, что следующая Дума будет лучше, чем эта? Просто есть договоренность, определенная с Советом Федерации и с Госдумой, рабочая группа. Мы определили, что не Госдума будет выносить. Мы примыкаем к ним соавторы. Это инициатива Валентины Матвиенко. И она, это дело, я уверена, даже если я не буду в Думе, она это дело доведет до конца. Это есть такие некие вещи для людей, законодателей, ну, что называется, дело чести. Потому что она изначально все такие проходные пути проложила и в администрацию президента, и так далее. Ну, потому что сопротивление же было чудовищное, консерваторов. и нам Валентина Матвиенко и такой был наш оберег. Я приняла весь удар на себя, а она вытянет все остальное. Ты говорила о том, что 1920 год, 1920 год, большое достижение новой советской страны это разрешение на аборты. Почему ты считаешь, что это большое достижение? Ну, потому что до сих пор во всех странах мира это... в Польше, в Америке, не во всех штатах это нельзя делать. Это не потому, что это хорошо, Кать, но это право женщины решать. В идеале семье, но это право женщины решать, что делать в этом случае. Потому что хотим мы или не хотим о рождении ребенка принимает решение для начала женщина. Поэтому, когда женщина говорит «Я изнасилованная ли?» Или она просто не может? Или она просто не готова? Потому что у нас нет сексуального просвещения в стране. Ты говоришь об этом исходя из теоретических знаний или ты лично сама сталкивалась с необходимостью принятия такого решения? О чем я говорю и какие законы продвигаю, я с этим сталкивалась, конечно. И с этим ко мне обращаются люди. И я как журналист сделала немало историй про несчастных женщин, которые в свое время или сделали аборт и пожалели, или не сделали аборт и пожалели. Ты делала, принимала такое решение? Конечно, конечно. Ты возвращаешься мыслями к этому решению? И я не пожалела, что я сделала тогда аборт в студенческие годы. Это было не вовремя, это было неправильно. У меня абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Я за то, чтобы мы принимали сознательные решения. Почему я делала аборт, спроси меня? Потому что тогда тоже не было сексуального просвещения. И мы все во дворах, в подъездах, учились у друг друга, что происходит и сегодня. Только сегодня все дети наши в интернете. И как ты не крутись, секс, наркотики и рок-н-ролл, это начиная с 13 лет, только теперь в студенческие годы. С 20 лет тогда девочки начинали в основном жить сексуальной жизнью, интимной жизнью. А сегодня это гораздо раньше происходит. И они калечат себя. И поэтому, для того, чтобы не было абортов, нужно соответствующее просвещение. Спроси меня, кто против? Русское православное. Конечно. Поэтому здесь все очень... То есть они против просвещения и сразу против абортов. И сразу против бэби-боксов. Закон о бэби-боксах это говорит о том, что это женщина, которая родила ребенка маленького. Да. Небольшого. Родила ребенка, она может его принести в специальную... Установленную в больнице наше требование. Да, и анонимно его оставить. То есть не убить, не в мусорку, не искорежить себе жизнь, как она себе это представляет, а просто отдать, там его заберут, и дальше он будет установлен. Дальше есть механизм, ребенок попадает в семьи, с 2013-го порядка 200 детей спасено при помощи бэби-боксов. Они же стоят, да, бэби-боксов. В 16 регионах, в некоторых по 2, и эти дети на следующий год идут в школу. Примерно 6 классов средней школы. Сколько их всего детей? 200? Около 200. То есть тут очень логика простая. Я за аборты, потому что это... В системе координат существующих женщина должна иметь возможность, если она вдруг, да, я за бэби-боксы, потому что это тоже пожарная дверь, пока в доме идет пожар. В бэби-боксы кладут в основном мигранты. У нас в Подмосковье 51 ребенок был положен. Все азиатские, азиатской внешности. Практически все. Поэтому дальше вопрос, а как мы к мигрантам относимся? У нас они все подсчитаны. Вот один законопроект ведет за собой другой, и так далее. Там есть чем заниматься. Ты, блин, ходишь все время по грани. Я хожу по лезвию, да, по минному полю. То есть ты разговариваешь все время на те темы, на которые все хотели бы как-то помолчать. Более того, я иногда разговариваю сама с собой, потому что у меня нету рядом людей, кто бы... Замолчи, никогда никому это не рассказывай. Поэтому я не против существующей политической системы. Я против того, что сегодня в нее зашли ультраконсервативные и патриархальные мотивы. Просто это уже даже не мотивы, а это просто тенденция. И они просто наступают и захватывают всю, всю государственную систему. Поэтому люди, и ты должна всем говорить, мы живем в потрясающей стране России, изначально в демократической федеральной республике. Я тебе тату набью. Вот. Мы много говорили о консервативных радикалах, но поэтому вопрос напрашивай сам с собой. Ты верующий человек? Я православный атеист. Рассказываю. Я покрестилась в начале 90-х. В церковь люди приходят за помощью. То есть должно что-то тебя привезти. У меня была единственная авария в моей жизни зарульной из семьи 17 лет. Я хорошо вожу машину, но это была авария. И у меня был сломан голеностоп. И тогда соседка по дому мне говорит «Иди в церковь, ты не крещеная». Ну и, соответственно, это была такая вот атака поголовная. Все крестились. Была абсолютная мода. Поэтому я живу там. Не убей. Но я не буду подставлять вторую щеку. Никогда. У меня есть разногласия с Библией. Местами это очень жестокая книга, которую даже детям нельзя читать. Поэтому я верю в физику твердого тела. Реально. У меня нет даже желания. То есть я верю в себя. И у меня такое окружение. Мне моя подруга роднена говорит, слушай, если бы я верила в него, все мои победы, победы моей мамы на войне, на финской там. Она рассказывает про свою маму на последней войне. Это же вот люди, которые верили в себя. Но мы не вымаливали ни у кого ничего. Люди должны верить во что-то. Безусловно. Но если с этой точки зрения, то я реально верю в энергетику, которая существует в нашем мире. я очень люблю историю, я очень люблю искусство, поэтому для меня там храм прийти. У меня мама, тоже неверующий человек, она в Карелии восстанавливает Качезерский храм. Я ей помогаю. Это произведение искусства. Мне это нравится, эстетика. Поэтому меня трясет от одинаковых людей с бородами, которые приходят, стучат и говорят, мы люди верующие, Господи помилуй, это все слушание парламентское. Они выходили на трибуну, пели «Отче наш», и тут же говорили о насилии в семье, что это норма. Поэтому я вижу, что творит РПЦ, я вижу, как они, не стесняясь, заходят кругом и повсюду. Это уже не во благо. Когда люди выходили на митинги, манифестации, другие акции против тебя, тебе было страшно? Этих вещей я не боюсь, а вот были угрозы жидеальные, они приходили на сайт Госдумы, и я, соответственно, отправляла их в соответствующие органы. То есть там просто признавали меня и моих единомышленников врагами народа, статьи определенные, там, расстрел, не расстрел, с подписями люди ничего не боялись. 40-40 писали в ФСБ, 40-40 писали в администрацию президента, что я иноагент, поэтому... Не, ну хорошо, подожди, мы сейчас провели там день практически, ты без охранника, я все видела. Ты не боишься, ты войдешь в подъезд, и тебя просто плеснут в лицо кислотой? Когда я боролась с мафией, эстетической медициной, если ты помнишь, с этими уколами красоты, вот тогда я перебоялась. Знаешь, бывает такой иммунитет, это неправильно. Я помню, так Влад Милистев говорил в свое время, он говорит, мне не страшно, да ладно тебе, я говорю, идиот, ты же сидишь на деньгах, как же, ты что не понимаешь, что будет? И вот я помню, после этого, спустя год это все случилось, я помню Пола Хлебникова, Пашу Хлебникова, который Форбс, тоже мой герой программы, и он мне говорил, что ему поступают угрозы, я говорю, ну так давай озвучим эти угрозы, и мы с ним сделали эту программу, и, собственно, это не помогло. Через тоже, по-моему, месяца три его не стало, это была последняя программа моя с ним. Это неприятно, это страшно, это страшно, оно как потенциально, но когда ты каждый день живешь вот в таком ритме, в таком противостоянии, то вот у тебя действительно бдительность притупляется, реально. Ну, чему быть, тому не виновать, но как? А как иначе? Вот как иначе? То есть, если этого не делать, если так не звучать, то мы действительно с тобой наденем скоро платки, и будем стоять на кухне, никуда тебя не выпустят, это будет неправильно, когда женщина работает, это будет неправильно вообще, то есть баба должна будет знать себе место. Когда была история с сестрами Хачатурян, только начиналась, ты говорила, что если бы они знали о существовании кризисных центров, то эта ситуация не дошла бы до того, до той крайней точки, до которой дошла, до убийства. В ситуации с Верой, в ситуации с сестрами Хачатурян, как мог бы помочь кризисный центр, и вообще сколько в России кризисных центров, в которые женщина может убежать? И кто их финансирует? Порядка 15 кризисных центров на всю Россию. На всю Россию? В Швеции 200, чтобы было понятно. Значит, у нас в Подмосковье мы как раз на днях открыли второй частный, и у нас один государственный в Химках, небольшой, а вот два частных женщины-инвесторы, женщины-жертвы семейного бытового насилия были когда-то, стали на ноги, у них свой бизнес, и отдают в Подмосковье землю, дом, им бы, в общем, самим бы это тоже пригодилось, но понимая, через что они прошли, они это делают. Кто приходит туда? Вот ты сегодня открывала центр в Рузе, правильно? Да, сегодня мы в Рузе открыли, пришла, вот поступила девочка на восьмом месяце, на девятом месяце беременности, вот она должна рожать, и она не помнит, как ее зовут, то есть он ее так бил, что беременна, она в ночной сорочке прибежала, ей там показали, где, да, это ужасно. Поэтому вот сейчас с ней работают психологи, мы когда открывались, там целая была прям бригада, и пытаются найти, полиция приехала, по отпечаткам пальцев, в базе ее нет, то есть мы не можем понять, кто этот человек вообще, в целом. Так вроде производит нормальное впечатление, но отбито, и как били ее, я так понимаю, каким-то образом, типа подушку на голове, она не помнит, но вот она в таком состоянии прибежала. Слушай, если мы вот здесь будет бежать телефон, дадим этот телефон, то люди, которые слышат, что за стеной убивают новую веру, они должны по этому телефону звать или в полицию? Они могут и по этому, и в полицию, то есть они могут... Ну наверняка, как? Я думаю, что этот телефон, конечно, для жертв домашнего насилия, 112, это для нас, для всех, и тот телефон тоже переключает на 112, понимаешь? Тут, мне кажется, чем больше, тем лучше, потому что вот по другому телефону мы пытались дозвониться, там включается это, есть ли у вас сейчас проблемы, автоответчик, это значит, все линии перегружены. Представляешь, я говорю, сколько у вас звонков поступает? Она говорит, ну я не могу эту информацию дать. Я говорю, ну тем не менее, она говорит, каждые 10 минут, каждые 10 минут. Совершается на стиле над женщиной. И 15 центров, да, всего. Куда бежать? Сейчас, по логике, нужно делать это в каждом городе, районе, регионе, чтобы обязательно был этот центр, государственный. Тогда выставляются охраны. Мы частных не можем дать адреса частных центров, потому что там же они сами себя охраняют, ты понимаешь? Поэтому должны быть государства, должны быть и частные, безусловно. Кто куда может, кто куда добежит, что называется. А сейчас ситуация аховая. Ну то есть, понимаешь, почему аховая? Потому что это не проблема. Чего, какое домашнее насилие? Да сама виновата. Заслужила. Понимаешь? А нефиг. Чего ты тут? Выступаешь-то? Ты первый человек в нашей стране, который стал изучать на самом деле женщин. Женский взгляд с Оксаной Пушкиной это на самом деле антропология, антология, энциклопедия русских женщин. А если коротко, то какая она русская женщина? Очень терпеливая. Это ее и плюс, и минус. Пожалуй, вот это главное. Я перестала обозначать про красоту женскую, вообще какие-то эпитеты. И не потому, что я в тренде, я просто считаю, что она может быть разной, эта женщина. Она может быть полной или худой. Все только зависит от того, ты здоровая или нет. Если ты хочешь быть здоровой, яркой, уверенной в себе, то понятно, что ты будешь своим здоровьем следить, и, соответственно, внешность твоя будет меняться. Поэтому я тебе не буду говорить, как раньше, например, оформулировала. У нас женщины самые красивые у нас. Нет, у нас женщины самые терпеливые. Но я абсолютно точно знаю, что если нашу русскую женщину довести, а у нее терпение иногда заканчивается, то бабий бунт это самое страшное, что, в принципе, есть. В России? В России. Когда в России женщина будет президентом? Не на нашем веку. Попробуют. Ну, они же уже попробовали, сходили, вот, девочки, которые пытались баллотироваться. Ксения Собчак, там, помнишь, выдвигались. Ты сейчас серьезно говоришь? А я думаю, что да. Просто не пустят. Не впустят. Мы, наверное, шлюз-то приоткроем. И... Вот ты теперь понимаешь, почему я говорю про квотирование? Пока без вот этого переходный этап невозможен. Во-первых, женщины должны в себя поверить, прежде всего, что они могут, что они не... Мы же все можем. Ты бы хотела быть президентом России? Ну, как я говорю, поезд уже ушел, хотя мне... Сейчас объясню. Мой ребенок вчера звонит и говорит... Ты сильно младше Путина? Да. А мой ребенок сказал, мам, Нэнси Пелоси, ты-то смотри. Она вон тренд-то задала. Ну, у нас Ульяна Ивановна Матвиенко молодец. Дело в том, что я реально человек, который стоит рядом и вот сегодня со своим опытом могу просто поработать с тем, кто пойдет. Я знаю, как, я вижу, как, я разгребу. Я, видимо, это от журналистики объясню, почему. Я никогда бы, наверное, не стала публичным человеком. Мне очень классно и комфортно было за кадром. И я очень долгие годы сидела там, пока не появилась Татьяна Пушкина на Первом канале и была калька женской истории, а я ушла на НТВ. Так вот, тогда меня Добродеев заставил, он меня принимал на работу, на то еще НТВ, сказал, вам надо хотя бы обозначаться, чтобы вас как бы ассоциировали. Значит, я стала появляться, что очень осложнило мою жизнь в плане узнаваемости. И в данном случае моя профессия, я же во всех ипостасях была, и продюсер, и ведущий, и редактор, и с монтажером сижу, потому что мне так удобно быть за кадром, что я вот прекрасно бы осуществляла роль в команде женщины, которая пойдет на президентский пост. Если бы ты была президентом России все-таки, какие были бы первые три решения, которые ты бы приняла? Международная политика, абсолютно бы обновила консульский состав, ввела бы туда женщин. Россия на международной арене должна быть с человеческим лицом, пока с женским лицом. Человеческое у меня сегодня ассоциируется с женским лицом. Женщины принимают своих детей разными, какие бы они ни были и любят их. У женщин созидательный, очень продуктивный, очень хозяйственный взгляд на этот мир. Второе, абсолютно закон о гендерном равенстве в трудовых отношениях был бы один из первых, который бы выровнял зарплаты, премии, возможность участвовать женщин в политической жизни, квотирование, безусловно, как переходный этап. Но, пожалуй, все. Да, это была бы изначально феминистская повестка. Но феминистская повестка основана на очень сильных экономических расчетах. Чего ты больше всего боишься? Я боюсь опять начать говорить со своими единомышленниками через камеру, написав разные книги разного содержания свои между строк. Я боюсь, что свобода слова может прекратиться. чтобы этого не произошло, я знаю, что делать. Я не пессимист. Таких, как я, людей должно быть во властных структурах больше. Что я имею в виду? Конструктивных и смелых в отстаивании своей позиции и, безусловно, в лоббировании. Плохое слово. Но без этого никуда. Для того, чтобы довести закон от начала до финала, который тебе не спущен президентом или правительством, а свой собственный, ты должна уметь пройти все круги ада и дойти до вторых и третьих людей к первому. Потом этот закон приносится, а это требует от тебя определенных знаний, навыков, умений и силы убеждений. Что бы ты выбрала? Милосердие или справедливость? Такие два очень близких понятия для меня. Справедливое милосердие. Такое бывает. Свобода или безопасность? Свобода. Потому что к свободе с соответствующими законами можно выровнять баланс. То есть, когда свободен, он помнит про свои права, свободы и обязанности. Сегодня обязанности права и свободы под большим вопросом для очень многих категорий граждан. Карьера или любовь? Не современно. Спасибо. Все. Целуем крепко ваша репка. Как бы сказала моя бабушка наговорила на статью. На статью, да. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров Корректор teeencia